Бефесда Game Studios Бефесда Game Studios В итоге получилось впечатляющее приключение, на прохождение которого понадобится около 25 часов. Александру все это время помогал его отец. У молодого человека была возможность не ходить на учебу или работу, поэтому он смог целиком сосредоточиться на своем проекте. Сама Бефесда пока никак не отреагировала на всю эту историю, но едва ли у Велицки теперь будут проблемы с поиском работы в игровой индустрии. Какая тут мораль? Не надо сидеть без дела, надо делать моды для Скайрима. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии. В сегодняшнем выпуске... Valve нанимает школьников. Ubisoft хочет много сериалов. Forza Motorsport 5 могут не доделать к запуску Xbox One. Valve запустила программу Pipeline. Все ради школьников, которые на полном серьезе любят видеоигры. Любят настолько, что готовы их создавать. Старшеклассники могут устроиться в интернатуру компании Гейбен Юэла. В организации заинтересованы в привлечении молодых кадров. Кроме того, юным дарованием будет оказана обширная информационная поддержка, вроде видеосеминаров или занятий с менторами. Может быть, один из этих школьников когда-нибудь и сделает нам Half-Life 3, если уж господин Ньюэлл не может. Ubisoft почти официально объявила о новом выпуске Far Cry. По словам Тони Кея, главы отдела маркетинга и продаж, разработчики уже вовсю готовятся к тому, чтобы приступить к созданию Far Cry 4. Дескать, ждите формального анонса в ближайшее время. Far Cry 3 разошлась суммарным тиражом 6 миллионов копий. Видимо, это стало неожиданностью даже для самого французского издателя. После посредственной второй части никто особо и не ждал, что сериал так выстрелит, но продажи и оценки прессы говорят сами за себя. Кроме того, Тони Кей высказался относительно общей политики Ubisoft по части приложений и продолжений продолжений. Издательство в настоящий момент заинтересовано в больших сериалах, и, видимо, любая маломальски успешная игра будет превращаться во франшизу. Дело тут в экономических факторах. Слишком дорого делать одну новую игру и на этом останавливаться. Например, у сиквелов куда проще обстоят дела с маркетингом и продвижением. Например, случай с Зомби Ю очень разочаровал французов. Не продаются зомби на извечной территории Марио. А на Watch Dogs в издательстве возлагают колоссальные надежды. Если конкретнее, то ждут 6 миллионов проданных копий. Ubisoft также рассказала о лимитированном издании Assassin's Creed 4 Black Flag. В коробке за 130 долларов воодушевленный пользователь сможет найти сам диск с игрой, настоящий пиратский флаг с эмблемой ассасинов, фигурку главного героя, артбук и саундтрек. Релиз, напомним, состоится на консолях текущего поколения 1 ноября этого года. Ну а для приставок будущего игра выйдет чуть позже. И последняя новость, касающаяся Ubisoft. Мишель Ансель прокомментировал столь долгую разработку Beyond Good and Evil 2. Проблема состояла в том, что идеи разработчиков несколько не соответствовали возможностям консолей текущего поколения. Слишком большие ресурсы потребовались на оптимизацию. А отказываться от каких-то концепций в Монпелье никто не собирался. Таким образом, было принято решение отложить новые приключения Джейд до Next Gen'а. Уж на устройствах будущего Ансель и его команда смогут ни в чем себя не ограничивать. Что ж, теперь Ubisoft не имеет морального права динамить нас с Beyond Good and Evil 2. Больше уже никаких оправданий. Странная ситуация сложилась с Forza Motorsport 5. Microsoft вроде бы отменила требования к постоянному онлайну, но как-то не до конца. При первом запуске гоночного симулятора игрокам придется в любом случае подключиться к сети. Это необходимо для загрузки обязательного контента вроде алгоритмов искусственного интеллекта, некоторых трасс и автомобилей. Разработчики сообщают, что все эти материалы будут постоянно обновляться и попадут на серверы уже после релиза игры. Поэтому в первый раз от подключения к интернету никуда не денешься. Ну а дальше все зависит от воли игрока. Чем чаще он будет проверять обновления, тем лучше для самой игры. Получается, что там 10 просто не успевает закончить все к старту продаж Xbox One. А ведь Forza Motorsport 5 является частью стартовой линейки игр консоли. Microsoft еще немного похвасталась возможностями нового Kinect. К примеру, камера очень полезна на турнирах по Killer Instinct. Устройство мгновенно распознает игрока и загружает пользовательские настройки. Никакой траты времени на выставление раскладки управления и прочую ерунду. После первого раза все проходит автоматически. Остается лишь сказать старт. Также с Kinect можно будет общаться с помощью языка жестов. Это уже более серьезное применение, особенно для работы с компьютерами. Например, люди с проблемами речи смогут жестами быстро синтезировать искусственный голос. Правительство США признало League of Legends официальным видом спорта. В частности, профессиональные игроки в LOL теперь получат статус атлетов. На практике это значит, что спортсменам будет намного проще оформлять визы и другие сопутствующие документы. Видимо, на решение серьезно повлияли разработчики из Riot Games, столкнувшиеся с проблемами проведения международных турниров на территории штатов. Кодмастерс рассказала, что F1 2013 выйдет этой осенью. Примечательное нововведение в ежегодном сериале – классический режим. У игроков появится возможность покататься на олдскульных болидах по легендарным трассам. Знаменитые гонщики прошлого, такие как Марио Андретти, Найджел Мэнсел и Герхард Бергер, также включены в игру. Релиз состоится на PS3, Xbox 360 и персональных компьютерах. TT Games докладывает об очередной пластмассовой игре. На этот раз проект посвящен фильму The Lego Movie, который выходит на экраны в следующем году. Игра получила оригинальное название The Lego Movie Video Game. По сюжету она чем-то напоминает «Властелин колец». Главный герой – обычный лего-человечек по имени Эммет, которому выпадает честь стать избранным и спасти мир от зла. Протагонист вступает в братство героев и начинает свой невероятно эпический квест. The Lego Movie выйдет на всех платформах аккурат к кинотеатральной премьере. Bethesda анонсировала третье и последнее дополнение к Dishonored. The Brigmore Witches станет заключительной главой приключений наемника Дауда. DLC освещает продолжение истории The Knife of Dunwall. Теперь главному герою нужно найти Дилайлу, главную ведьму из клана Бригмор. Ну а в финале Дауд встретится с самим Корво Атана. Тут и решится судьба наемника. Оружие, улучшение и уровень хаоса – все это будет перенесено из файлов сохранений предыдущего дополнения. DLC выйдет 13 августа. Цена составит привычные 10 долларов. Blizzard немного рассказала о Diablo 3 для PlayStation 4. Самое важное. Интеллектуальная система закликивания врагов мышью уступит место не менее вдумчивой системе забивания одной кнопкой геймпада. Как говорится, press X to win. Правда, мероприятия по борьбе со злом намечены на следующий год. В Blizzard только завезли деф-киты новой консоли, поэтому вся работа еще впереди. Продюсер в Siamas Effect Кейси Хадсон объявил, что команда разработчиков классической Night of the Old Republic начинает трудиться над неким принципиально новым проектом. Пока известно лишь то, что это ролевая игра. Но в обозримом будущем BioWare Edmonton должна официально анонсировать этот самый принципиально новый проект. Deadly Premotion, популярная консольная игра, стала одним из самых громких участников Steam Greenlight. Издатель Ryzen Star Games пошел навстречу игрокам и поспособствовал возможности появления ПК-порта. Теперь дело осталось за самими пользователями. Даешь культистам зеленый свет. Зомби-экшен State of Decay, маленький хит Xbox Live, прокладывает свой путь и на персональные компьютеры. Игра появится в Steam этой осенью. Разработчики пообещали поддержку клавиатуры и мыши, а также новый режим «Песочница», суть которого состоит в выживании под аккомпанемент тикающих часов и бесконечно прибывающих волн голодных мертвяков. Capcom продолжает заниматься любимым делом — придумывать все новое издание Street Fighter 4. В начале следующего года выйдет Ultra Street Fighter 4. Туда попадут пять новых персонажей и шесть дополнительных арен. По сути, это DLC, поэтому если у вас есть японский файтинг, его можно будет просто обновить за 15 долларов. Однако новая версия игры будет продаваться и в обычном коробочном издании. Релиз Ultra Street Fighter 4 состоится на консолях текущего поколения, а также, вероятно, на PS Vita. При этом у Capcom пока нет планов портировать файтинг на PlayStation 4 или Xbox One. Началась продажа билетов на Игромир 2013. Итак, посещение одного дня, пятницы, обойдется вам в 500 рублей. Суббота или воскресенье уже чуть дороже — 700 рублей. Наконец, VIP-билет оценен в 3500 рублей. Выставка пройдет с 3 по 6 октября в комплексе Крокус Экспо в Москве. Билеты можно приобрести в магазинах Евросеть, а также заказать на сайте concert.ru. Любители больших пустых пакетов и халявных маек уже выстраиваются в очереди. Стали известны игры, которые можно будет бесплатно загрузить в PlayStation Plus в августе. Пользователи PS3 получат недавнюю Need for Speed Must Wanted, Mafia 2 и Spec Ops The Line. А для PS Vita появятся LEGO Lord of the Rings и When Vikings Attack. Какие еще проекты увидят свет на этой неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». 24 июля мы увидим очередную часть гоночного симулятора на SCAR The Game 2013. 25 июля выходит долгожданный проект с Kickstarter, классическая ролевая игра Shadowrun Returns. На нее, собственно, вся надежда. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда в конце выпуска, мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. До встречи в следующих выпусках Games Blender, в которых мы расскажем вам обо всех самых интересных и важных событиях игровой индустрии. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok